Дарова всем, ребята, я Кентуха на проводе, а вы знали то, что добавили новый брелок в NMLS коллекцию, и при том это не кликбейт? И сегодня я вам его даже покажу. Поэтому, ребята, пристаж здесь поудобнее, не знаю, расчехляйте ваши огромные пальцы вверх. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня я вам расскажу о всех последних новостях, которые были в стендов 2, потому что много чего исправили, много чего изменили, и никто не понимает, что происходит. Прямо сегодня я вам все расскажу, ну и самое главное, я вам покажу новый брелок в стендов 2 из NMLS коллекции. Ну что же, поехали. И буквально одна минуточка вашего внимания. Ребят, вы все знаете то, что сегодня Новый год. Так вот, я хочу вам от всей души сказать то, что я вас очень сильно обожаю, спасибо, что вы со мной. В этом году вы мне добили 1 миллион подписчиков, без вас я вообще ноль, поэтому, ребята, в честного года я вам разыграю 100 тысяч голды на следующем стриме. Поэтому, пацаны, всем воздушный поцелуйчик, я вас всех очень сильно люблю, давайте дальше смотреть видео. Спасибо, что вы со мной, всех с Новым годом. Ну а теперь давайте обо всем порядочку. Разработчики ввели супер нововведение. Вы просто обалдеете. Нет, даже не так. Вы помните времена, когда удаляли друзей из стендов? Так вот, удаляли друзей из стендов, потому что стендов 2 очень сильно лагал. Он даже сейчас лагает. Просто, ребята, посмотрите. Захожу на рандомный скин, и вы посмотрите, как долго на него заходят. А сколько буду продавать скин, это просто трындец. Просто смотрите. Можно засекать просто минуты. Потому что, ребята, я могу реально продавать скин до 1 минуты, что происходит нереально долго. Потому что сервера перегружены, очень большой онлайн, и разработчики даже удалили друзей. Но сейчас друзей они добавили обратно, поэтому лаги вернулись обратно в игру. Ну а разработчики придумали супер нововведение. И теперь лагают в 2 раза больше. Знаете, что они придумали? Они придумали сделать лимит 300 человек для каждого человека. То есть ты можешь сюда добавить 300 друзей. А если я ютубер? А если у меня, грубо говоря, 100 рублей добавили друзья? В итоге всех просто из-за разработчиков всех просто выкинуло. Потому что, ребята, я извиняюсь всех, кого кикнуло из друзей. Это не я, а это разработчики. И теперь смотрите просто. Вот я пытаюсь сюда добавить друзей. Да, у меня 300 друзей. И тут ошибочка. Произошла неизвестная ошибка. Отправить нам скриншот данного окна. Короче, ребят, теперь вообще я не знаю, что делать. Потому что я никого не могу добавить в друзья. Потому что разработчики просто взяли и всех удалили. Поэтому, ребята, если подорожать добавление в друзья, я извиняюсь. Это всё не я, а это разработчики. Но, к сожалению, у всего этого есть всего лишь одна проблема. То, что, к сожалению, к большому сожалению, лаги как были, так и остались. Просто посмотрите, я покупаю скин. Просто, ребята, посмотрите. Ну это нормально. Так, ну ладно, я скин-то купил. Просто посмотрите. И это, да кто его купил? Разработчики, я вас очень сильно прошу. Купите новые сервера. Ну ё-моё, ну я не верю, что вы мало зарабатываете. Ну, пожалуйста, купите самые мощные хост-машины в мире. Ну зачем делать лимитов, друзья? Если лагов, как было, так и осталось. За вот теперь можно более 300 человек в друзья. И всё лагает, как и раньше. Ну это просто трындец. И, извините, ребята, это крик души. Прямо сейчас приходим к новому брелку. И, блин, и до сих пор таки не купился. Ну просто трындец. Всё, ребят, давайте о новом брелке. Ну что же, ребята, давайте обо всём по порядку. Что же это за коллекция? Что же это за новый брелок? Если мы прямо сейчас выберем Nemless Collection, то тут, ребята, мы ничего не видим. Никого нового брелка нету, да? Посмотрите, Charm V2, Charm Patch Mac. Всё по дефолтику. Ну, буквально пару дней назад. Разработчики ночью добавили новый брелок. И знаете, что было? А я вообще покажу его скриншот. Вместо тысячи слов, ребята, знакомьтесь. Это новый Charm Nekromancer. Это уже не Photoshop. Это уже почти проверяю информацию. Потому что мне данный скриншот скинул не один человек. Мне два человека скинуло. Мне, кажется, даже скинули обзор этого Charm. А я сейчас, ребят, по ещё вам всё-всё-всё покажу. И всё-всё-всё расскажу. Я сразу извиняюсь, что качество такое, как будто, ребят, не знаю, сняли на домашний телефон. А потом сняли на обычный телефон. А потом обратно на домашний телефон с обычного телефона. Да, ребят, знакомьтесь. Это новый Charm Nekromancer. Я не знаю, когда его добавят. Но с большой долей вероятностью, в 99,9% то, что это не фейк. Если вы обратите внимание, тут есть знаки вопроса. Всё точно так же, как у оригинальных Charm в легендарах. То есть мы прямо сейчас сделаем вот так осмотреть. Точно такие же знаки вопроса. Всё один в один. Только тут, ребят, Charm V2. А тут Charm Nekromancer. Сколько же он будет стоить? И как его можно получить? Короче, ребят, получить его можно по дефолтику. У нас есть в стендоффе очень много разных крутых режимов. Ну, например, у нас есть союзники и есть соревновательный режим. Так вот, ребята, именно в соревновательном режиме чаще всего падают Nemblest коллекции. Это же самый Charm Nekromancer. Тоже выпадет именно в соревновательном режиме. Пока что его 0 штук. Я думаю, что уже после Нового года разработчики добавят 1 или 2 новых брелка. А потом после этого эти брелки будут стоить, не знаю, тысяч по 200 голды. Но потом их будет все больше, 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 как и остальные скиновы из коллекции. Ребят, я скажу честно. Вот этот вот Charm Nekromancer, он не самый красивый. Но, тем не менее, он эксклюзивный. И за счет этого он будет стоить довольно-таки дорого. Но в то же время, ребята, задайтесь вопросом к себе. А что бы вы лучше купили? Какой-то Charm Nekromancer? Или какой-то Charm V2? Который, ну, прям гораздо красивее. Поэтому я думаю, что этот Charm будет стоить немножко дешевле. А точнее, 12-13 тысяч голды. Ну и прямо сейчас, ребята, одна минуточка внимания. Для тех любителей, которые говорят «Не продавайте Charm Giftbox! Не продавайте! Он будет стоить миллиард!» Ребята, я не буду говорить, откуда у меня эта информация. Просто поверьте мне, что с вероятностью в 99,9% он не будет на рынке. Но если он и будет на рынке, то он будет стоить, ну, 20. Ну, 30 максимум голды спустя пару лет. Поэтому, ребята, смело надевайте этот Charm куда вы хотите, потому что он с очень малой долей вероятности вообще выйдет на рынок. А то, что он будет стоить, как некоторые говорят, по пару тысяч голды, стоит вообще нереально. Ну, а прямо сейчас, перед самым Новым Годом, я хотел бы вам показать, как же мог выглядеть наш с вами Синдув, если бы разработчики немножко постарались. Да, ребята, это загрузочное меню. Это, ребят, халявный гифтбокс. Притом, это не брелок, а настоящий гифтбокс. Это, ребят, Компетитив Пак. Короче, всё как надо. Также, ребята, тут добавили достижения, и эти достижения выглядят очень прикольно. То есть, как это всё выглядит. Ты выполняешь какое-то задание, получаешь притч. Это такой халявный кейсничек. Второе задание, получаешь трое кейсничек. Третье задание, ещё один кейсничек. И четвёртое задание, ты получаешь на халяву гифтбокс. Ну, а прямо сейчас, ребята, мы посмотрим вместе с вами на новое достижение. Просто представьте, что если вы просто играете с Синдув... Вот, вот, к примеру, так столпало! Разминировали вы там какую-то бомбочку последние секунды до взрыва, да? И знаете что? Знаете что? А вы на халяву получаете, ребята, очки. За эти очки вы потом получаете на халяву голду. Поэтому я считаю, что, как и во всех других играх, в Синдув 2 просто обязаны добавить достижения. Просто посмотрите. Точная цель. Замочите 5 противников с гранатами в соревновательном режиме. Из этого вы получаете на халяву бокс. Да, это круто! Где-то боксик, где-то кейсик, где-то ещё. Например, тут, ребят, смотрите, увернутся от 500 световых гранат в соревновательном режиме. Да, в эту награду вы получите не сразу. Это надо позадротить. Представьте, от 500 световых гранат увернутся. Но, тем не менее, вы получаете на халяву кейсичек. И при этом вы просто играете с Синдув и ничего для этого не делаете. Выполняете достижения. Круто, круто. Также, помимо достижений, тут есть, ребята, отдельные достижения, как награды сезона. То есть, если ты хорошо отыграл сезон, ты получаешь, например, вот такой вот чарм. Если ты, например, отыграл там на легенду, ты получаешь чарм покруче. Если ты там отыграл на элиту, ты получаешь чарм немножко похуже. Также, если мы взяли в личную статистику, мы можем посмотреть более детальную статистику. Ребят, надеюсь, вы не знаете, что такое диаграмма. Если не знаете, погуглите. Короче, вот такая вот небольшая диаграмма, на которой мы, ребята, видим прямо сейчас, как мы хорошо играли. Например, процент побед, выживаемость, общий счёт, точность и помощь. Я считаю, это очень прикольно, чтобы сразу знать, кто нуб голимый, а кто про игрок о кенте ПК. Ну и это не всё. Если мы, ребята, зайдём в историю матчей, то тут мы можем посмотреть более дальнюю статистику прямо в игре. Ну и опять же, это не всё. Ещё добавили почту. Что такое почта? Почта это сообщение от настоящих разработчиков. Вот прямо сейчас тут, ребята, можно посмотреть информацию обо всех акциях. Тут можно посмотреть информацию вообще обо всём. То есть это было бы очень полезно, чтобы никто не предварялся фейком разработчикам. И вся информация про обновления тоже вам приходила бы именно на почту в Стендово 2. Ну что же, ребята, вам такой Стендово нравится больше? Пишите ваше мнение в комментариях. Ну что же, всем поздравляю с наступающим Новым Годом. Вы все самые лучшие. Спасибо за то, что у меня есть. Всех целую, обнимаю. Вы просто красавчики. С вами был ваш Кентуха. Обязательно подпишитесь. Умоляю вас, подпишитесь. Влепите лайк. Всем удачи. Всем пока.